Секс и свобода – главные ценности человека. Мысль, которую я сегодня хочу вам озвучить в ролике, непростая. Но я действительно считаю, что секс и свобода – это очень связанные понятия. И чем человек свободнее в сексе, чем меньше у него запретов, тем он свободнее по жизни, тем он больше получает наслаждение от секса и от жизни в целом. Но, может быть, эта мысль вам непонятна. Но давайте попробуем посмотреть на обычные отношения. Вот у нас пара какая-то семейная или пара в серьезных отношениях, и какое количество ограничений внутри нее живет. Мужчина идет по улице со своей любимой женщиной, и мимо проходит красотка. И он не может посмотреть на эту красотку. Он может так коситься на нее, но не дай бог, чтобы заметила любимая женщина. Потому что это же будет скандал. Если девушка, любимая, захочет на какой-то дискотеке пофлиртовать с мужчиной, потанцевать с ним, так, знаете, прижавшись поближе. Скорее всего, ее ждет дома скандал, и муж ей все выскажет, как она себя непристойно ведет и вообще, что это такое. Ну, хорошо, нету никаких раздражающих факторов. Но мужчина не может посмотреть порно, потому что женщина крайне негативно относится. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Ну, нельзя, это нехорошо, потому что, значит, он меня не любит. Это гадость, он возбуждает какие-то другие женщины. Я его не удовлетворяю, и вообще все это отвратительно. И вообще мужчина только должен любить меня и смотреть только на меня. Нельзя. И мужчина делает это украдкой, чувствует себя при этом, ну, гадкой, неприятно. Ну, вот я такой, ну, что делать? Ну, вот это как-то все нельзя. Да более того, даже подрочить мужчина не может, потому что это тоже оскорбляет партнершу. И это нужно делать тоже украдкой. И не дай бог она заметит. Что уж говорить про женщин. Разве женщина может как-то себя полоскать у них вообще? Как это? Как это? У меня есть мужчина, это все нехорошо. Это вот, у меня все хорошо с сексом, поэтому какая еще там мастурбация? Ну, про какие уже там интим-магазины куда-то зайти, что-то там посмотреть, это все, все вообще нельзя. Нельзя, смотря фильм, сказать, какая красивая женщина или какой красивый мужчина, потому что мой партнер обидится, расстроится, накуксится, там еще что-то. В сексе нельзя что-то попросить, потому что, а как это попросить? А он что-то про меня подумает, а я ее прошу, а она что-то не делает. А если я вот это попрошу, она вообще скажет, что я извращенница. И все нельзя, и все время, везде все нельзя. Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. И люди живут в таких вот, знаете, узких рамочках, вот чуть-чуть можно вечером, там, если там две недели не было секса, вот может быть она даст. Или женщина, вот, ну вот, если я там, может быть, как-то так, он как-то поймет, что я хочу секса, говорить об этом нельзя, там, какому-нибудь мужчине на работе, которого я хочу вообще намекнуть нельзя, никак нельзя, и я вот даже декольте не могу одеть, потому что это же осудит, я же шлюха, там все, надо как-то вот так вот так бочком-бочком про любовь, чтобы там что-то такое получить. Как? И вот люди, находясь в каких-то отношениях, они всегда в безумных каких-то ограничениях, сюда шаг, получишь как бы полбу, сюда шаг, здесь останешься без секса, здесь будет сканал, и вот они все в каких-то таких рамках живут и говорят, а че-то кайфа-то нету, но откуда он возьмется? Вы знаете, что в зоопарках животные не размножаются, вот такие, да, высшие животные млекопитающие? Ну как? Как в несвободе испытывать какое-то такое желание? Ну, невозможно, поэтому оно у вас и пропадает. И поэтому, если вы хотите больше наслаждения в сексе, разрешите себе быть свободным и разрешите своему партнеру, ну, чуть-чуть больше свободы. Ну, пусть ваша девушка покупается вниманием мужчин, ну, пусть она оденет короткую юбку и соблазнит всех мужчин на улице, ну, ей это нужно. Разрешите своему мужчину любоваться женщинами. Ну, женщины прекрасны. Ну, пусть мужчина порадуется, порадуйте из-за него вместе. Как только вы чуть-чуть больше разрешите себе сексуальную свободу, вы реально почувствуете вот это, как глоток свежего воздуха. Так что, вот это можно? Я даже могу рассказать про свое возбуждение, я даже могу что-то попросить. Как хорошо, как приятно. Ну, так с этого все и начинается. Поэтому, друзья мои, хотите быть свободными, разрешите себе сексуальную свободу. Подписывайтесь на мой канал. Я говорю о сексе с удовольствием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!